Барабанщица Сложно совместить игру на барабанах и маршировать. То есть правая рука, левая нога, вот это было самое для начала сложное. А потом уже постепенно, постепенно ритмы научились отбивать. Вслед за барабанщицами следуют три парадных расчета. Со стороны кажется, все идеально. Ровный строй, чеканый шаг. Однако командиры видят по марке. То есть интервал, напоминаю, одна ладонь между локтями. Руки прижаты, интервал на одну ладонь. То есть у вас там как минимум два интервала. К 9 мая все 250 человек должны стать единым организмом. Погрешность в движении курсантов не должна превышать нескольких миллиметров. Они пройдут так называемым печатным шагом. По уставу нога должна подниматься на 15-20 сантиметров от земли, а затем твердо опускаться полностью на всю стопу. Первокурсникам есть на кого равняться. Для Александра Горуда это уже четвертое торжественное шествие. Как уверяет курсант, 9 мая самоощущение праздника помогает не то что пройти, пролететь по центральной площади Иркутска. Возможность отдать дань ветеранам, потому что они воевали за нас, отдавали свои жизни. И теперь мы можем таким образом выразить им свою благодарность. В моей семье воевало два прадеда. Они оба погибли в первые дни войны, потому что жили в Западной Украине. И буквально на третий день войны уже все погибли. Будущие оперативники, следователи и эксперты активно репетируют марш на протяжении последних трех месяцев в поседневной полицейской форме. 9 мая у всех участников шествия внешний вид изменится. Отличие этой подготовки и этого года в том, что, конечно, все сотрудники, все курсанты и слушатели института будут в новой форме, в новом обмундировании, что, наверное, создаст абсолютно новый образ современной российской полиции. У курсантов еще есть время, чтобы исправить все недостатки. Генеральный прогон состоится накануне Дня Победы, уже в составе всех сводных парадных расчетов и в реальных условиях. Туяна Немаева, Константин Синицын. Новости сейчас.